Первая аннотация Все любят, все со всеми дружат, ничего не надо защищать. Полное доверие, полная открытость. Ну вот, еще тысячу лет назад умные люди все прекрасно понимали. Вот в этом четверостише всем известного Амара Хаяма заключается то видение мира, в котором надо информацию защищать. Ну давайте я, так сказать, прочитаю, потому что, может быть, не совсем видно. Все, что видим мы, видимость только одна, далеко от поверхности мира до дна. Полагаю несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей не видна. Здесь целая философия, вот здесь целое, так сказать, глобальное понимание ситуации. Вот я потом попытался его перевести на, так сказать, язык презренной прозы. Вот у меня получилось вот такое. Значит, я надеюсь, что это все, так сказать, все это можно прочитать. Я не буду тратить время на то, чтобы зачитывать. Вот, ну в общем, достаточно такой, с одной стороны, пессимистический, может быть, взгляд. Вот, но с другой стороны, ну объективная реальность, куда же деваться. Вот. Объективная реальность. Вот. Ну и, в общем, вот, к чему мы приходим. Жизнь – борьба. Вот. В этой борьбе есть и оборона, и нападение. Вот. Так и живем. Вот. Значит, ну, немножко, может быть, не в тему доклада. Роль и значение того, что спрятано, скрыто. Вот. Многие умные люди приходят к выводу, что вообще в основе всякой глубокой, например, физической теории лежит какой-то, какой-то фундаментальный метафизический запрет. Вот. Теория Магеделя о неполноте постулирует некий фундаментальный метафизический запрет. Вот. Ну и, наконец, даже само понятие, например, человеческой культуры, некоторые определяют как систему глобальных запретов, метафизических. Вот. Ну и я добавлю, что вот во всех пунктах той картины мира, метафизической, которую я попытался тут нарисовать, тут везде есть информационная составляющая, порой весьма существенная. Вот. Ну, в общем, вооружившись вот этим глобальным видением, мы переходим к очень краткому историческому обзору. Вот. Значит, обзор очень краткий. И тут написаны уже толстые книги. Вот. Я предварю все это вот такими вот общими словами. Вот. Вопросы жизни и смерти. Действительно, так сказать, защита информации или, так сказать, наоборот, похищение какой-то информации, вот, овладение какой-то информации – это сплошь и рядом, так сказать, вопрос жизни и смерти. Вот. Ну, тут можно говорить часами. Вот. Есть большая литература на эту тему, она еще, может быть, не вся тоже доступна. Вот. На меня произвело, например, довольно серьезное впечатление такая информация. Значит, один историк спецслужб раскопал, что, например, во всем известной советско-финской войне 40-го года, значит, неудачи советских войск во многом были вызваны тем, что финны свободно читали советскую секретную зашифрованную переписку. А помог им в этом один шведский криптограф, и даже известно его имя – Арне Берлинг. Вот. Благодаря этому, так сказать, были организованы засады, были организованы внезапные нападения, так сказать, и вот тяжелые потери. Но я не говорю уже о том, что, например, в 2014 году Париж был спасен от захвата немецкой армии. Это Первая мировая война. Благодаря тому, что один французский лейтенантик-криптограф вовремя перехватил, расшифровал немецкое сообщение, из которого было следовано, так сказать, где будет немецкое наступление. Французам вовремя удалось перебросить резервы, подкрепления, вот, и удалось остановить это немецкое наступление. Таких примеров много. Вот. Теперь я хотел бы, опуская массу всяких прочих подробностей, ну, во-первых, значит, во-первых, вот, значит, шифрование, защита информации в виде шифрования было известно с древнейших времен. Вот классический шифр Цезаря, при жизни Цезаря не расшифрованный. Вот тут принцип известен. Заменяем каждую букву на стоящую через две и получаем такую вещь. Значит, догадаться тогда было невозможно. На современном языке это вот что. Так сказать, такая вот вещь. Ну, а теперь, значит, наши, двое наших земляков, которые внесли существенный вклад в общую, так сказать, науку или искусство защиты информации. Ну, конечно, нельзя не отметить династию Котельников и ее последнего представителя Владимира Александровича Котельникова. Значит, у него был дед Петр Иванович Котельников, в 1838 году ставший профессором Казанского университета, сподвижник Лобачевского. Вот при жизни Лобачевского, который, так сказать, признавал его геометрию. Один из очень немногих, так сказать, который признавал геометрию Лобачевского еще при жизни геометрии Лобачевского. У Петра Ивановича был сын Александра Петрович, тоже довольно известный математик и механик. Вот, у Александра Петровича был выдающийся сын Владимир Александрович Котельников, который вот тут внес очень большой вклад. Значит, 30-е, 40-е годы. Вот он разработал метод шифрования, шифрования телефонной связи. Кстати, сейчас все телефонные переговоры, например, по мобильной связи тоже шифруются. Но если у Котельникова это было на аппаратном уровне, то сейчас это происходит на, так сказать, на цифровом уровне. Вот, обратите внимание, две сталинские премии за разработку вот этой самой связи, которая, так сказать, в книгах про те времена очень часто фигурирует высокочастотная связь, ВЧ-связь. Вот это Котельников. Ну, он там много еще чем занимался в жизни. И вот основной его, так сказать, один из основных результатов теоремы отсчетов. Значит, по дискретному множеству измерений характеристик сигнала частоты можно восстановить весь непрерывный сигнал. Вот смысл этой теоремы. Ну и, наконец, нельзя не отметить тоже нашего земляка Камилия Ахметовича Валеева. Вот, тоже академик. Вот, почти наш современник. Значит, он вот в конце жизни занимался квантовой криптографией и квантовыми компьютерами. Вот, с большим сожалению, так сказать, из-за нехватки времени опускаю много всяких других интересных подробностей. Ну и перейдем, собственно, к, скажем так, математической составляющей данного вопроса, к науке криптографии. Вот. Ну, криптография в старинном смысле – это наука или искусство по составлении разного рода шифров. Ну, вот, сначала, так сказать, познакомимся с мнением всем известного академика Владимира Юрьевича Арнольда. Вот, Владимир Юрьевич был известен яркими высказываниями. Вот, так сказать, вот одно из его ярких высказываний. То есть, вся математика делится вот на три части. Из них одна часть – это, в общем, имеет прямое отношение к криптографии. Вот, а две другие части имеют отношение, значит, к гидромеханике, и, так сказать, и к небесной механике. Ну, вот, Арнольд. Арнольд, так сказать. В каждой шутке есть доля шутки. И доля чего-то другого. Ну, а теперь давайте, собственно, на самом элементарном уровне поговорим о том, что такое криптография. Ну, и, как я уже вам говорил, сначала это была наука и искусство о шифрах. Сейчас, где-то вот начиная с 1970-х годов, это уже, так сказать, предметом криптографии являются, например, цифровые подписи. Много-много всего другого. Вот о чем, конечно, мне едва ли хватит времени рассказать. Вот, значит, в качестве синонима слова шифр иногда используется слово код. Но, вообще говоря, кодирование и криптография – это очень разные вещи. Кодирование – это просто какой-то способ представления информации, совершенно необязательно в том виде, чтобы она стала, так сказать, недоступной для, скажем так, несанкционированного пользователя. Ну, а вообще код, кодирование – это все, что угодно. Вот, когда мы пишем, и так далее, это все кодирование. Ну, еще слово код используют программисты просто для текста программы на языке высокого уровня. Признак криптографичности того или иного, так сказать, той или иной сущности – это вот наличие некоего секретного ключа или группы секретных ключей, которые, вот, так сказать, кому-кому не надо, он не должен попасть. Вот, ну, а тут еще раз про кодирование. Так, значит, теперь в общих чертах. Ну, как информация выглядит и в теории кодирования и в криптографии? Ну, это, прежде всего, битовые строки. Битовые строки. Значит, ну, понятно, что, значит, теми или иными кусочками битовых строк представляются любые символы. Вот, соединение этих самых строчек – это, получается, длинная битовая строка. Вот, но с точки зрения математики работать с битыми строками не всегда удобно. Вот, и с помощью двоичного кода, значит, можно перевести все дело в натуральные числа. Вот, как тут описано. Значит, дальше, значит, и в кодировании в криптографии существует немножко другая арифметика. Это арифметика остатков по какому-то самому модулю. Вот, ну, это всем известная вам, так сказать, математиком кольца вычетов по модулю. Я вот тут это напоминаю. Вот, значит, действительными числами криптография пользуется редко. Правда, вот сейчас появилась квантовая криптография, которая пользуется комплексными числами. Но об этом, я надеюсь, удастся поговорить в самом конце. Вот, значит, ну, тут вот объясняются некоторые, так сказать, стандартные термины. Что такое криптоанализ, что такое атака, что такое взломать шифр, что такое криптостойкость, что такое протокол. Ну, протокол – это тот же алгоритм, только участников в этом алгоритме больше одного. Вот, значит, ну, вот, очень важная криптографическая операция – сложение по модулю 2. Она мне необходима для того, чтобы, значит, это сложение битовых строк. Она мне необходима для того, чтобы показать какие-то простейшие, но тем не менее работающие шифры. Вот, значит, вот простейший шифр Вернама, это американец, запатентовал в 17-м году. Значит, если к битовой строке прибавить какую-то вот ключевую последовательность ка, вот, получается шифр, шифротекст, зашифрованное сообщение. Выгода здесь заключается в том, что вторичное прибавление того же самого ка дает нам расшифровку. Вот, код Шаннон позднее, примерно в 40-е годы, это очень известный человек в этой области, доказал, что если ка является абсолютно случайной последовательностью в нуле единиц, то вся информация в смысле Шаннона, Шаннон – это создатель теории информации статистической, полностью теряется. То есть восстановить информацию из зашифрованного сообщения, не зная ключа, теоретически невозможно. На практике, конечно, идеальных, полностью случайных последовательств нуле единиц не бывает. И вообще это очень дорогая, неудобная операция. Вот такая. Но, тем не менее, ей в особо важных случаях все еще пользуются. Вот. Значит, а в общем случае, вот шифрование можно, и дешифрование можно представить себе как набор двух функций. Параметром является секретный ключ. Вот, должно выполняться сообщение, иначе, так сказать, зачем это вообще все нужно. Вот. Ну, есть два основных типа шифров, так называемых одноключевых, когда ключ один и тот же у отправителя и получателя. Вот это потоковые шифры, образец которых вы только что видели, шифры Вернама. Есть блоковые шифры. Ну, на блоковые шифры у меня времени уже нет. Вот. И я тут хочу только обозначить проблему, что вот так как... Значит, в криптографии с конца 19 века есть такой принцип Керховса. Так сказать, он для теоретических нужд. То есть, разрабатывая какую-то криптографическую конструкцию, надо поступать так, чтобы эта конструкция была надежной, секретной. Даже если и приятель знает о ней абсолютно все, кроме секретного ключа. Вот. И поэтому основная задача теоретической криптографии, криптоанализа, точнее говоря, найти по всем известным данным секретный ключ. Вот. Ну, там много всяких нюансов. Вот. Но это я, естественно, пропускаю, иду иду дальше. Вот. Но это я уже написал. Так. Вот одна ключевая криптография. Так, то есть, криптография, в которой ключ секретный один и тот же отправитель и получательный. Вот. Ну, вот с 1976 года развивается другое направление криптографии. Криптография с открытым ключом. Вот. Где, значит, надежность сообщения, вот, определяется чисто математически. Значит, суть в том, что... Суть в том, что секретный ключ из отправителя и получателя, ну, вот, так сказать, фольклорное название Алиса и Боб. В нашей версии Алиса и Боб сидели на трубе. Значит, у нас это тоже давно известно. Вот. В народной версии. Секретный ключ, значит, должен знать кто-то только один, что снимает, в общем, задачу постоянно передавать друг другу секретный ключ. Но зато другой, кто-то, знает некую функцию от секретного ключа. y равняется f от x. Это так называемый открытый ключ. Вот эта функция должна удовлетворять некоторым очень сильным условиям. Вот в 1976 году эти условия были найдены. Вот. Это так называемые односторонние функции. То есть по данному y и по данной известной функции f определить аргумент x, для которого получается y, должно быть вот очень сложно, вычислительно сложно. В случае, когда, так сказать, это вообще неразрешимая задача, такая функция называется односторонней. Вот. Но тут есть масса нюансов, так сказать, в этом определении, которое я пропускаю. Вот. Фокус заключается в том, что предположение существования таких функций, так сказать, давно уже эксплуатируется, причем практически, в огромном массовом масштабе. Но точное существование таких функций не установлено. Причем, если окажется, что они существуют, то тем самым решится проблема, о которой, вот, рассказывал Искандер Шагидович, p не p не равняется mp. Из этого прямо вытекает. Но обратно неизвестно следует, вытекает ли ИСП неравный, неравной НП существованию односторонних функций. Вот. Значит, на практике, естественно, пытаются употреблять, употребляются функции, которые, значит, только предположительно односторонние, возможно, даже только приблизительно односторонние. Вот. Ну и, в общем, основное содержание математической криптографии с открытым ключом – это вот использование вот этого принципа, нахождение каких-то новых сложных задач, не обязательно абсолютно неразрешенных, потому что это большая, в общем-то, редкость, вот, устраивание, какие-то вот криптографические протоколы и задачи. Вот. Значит, две предположительно сложные, так сказать, функции, предположительно односторонние, но кванты компьютер убивают и то, и другое. То есть, если он появится, он сделает вот обе эти задачки достаточно легко решаемые. Это задача расслуживания натурального числа на множители, но для обычного компьютера она очень сложна. Вот. Для больших чисел. И так называемая задача о дискретном логарифме. То есть, решение вот такого сравнения по модулю большого простого числа. Вот. В этих задачах возникает такая проблема. Значит, постоянно требуется находить новые, огромные, большие, простые числа. Значит, размер этих чисел, ну, на данный момент, где-то, так сказать, уже добрался до двойки в степени там 300 и больше. Вот. Это огромные числа. И вот, например, в 2015 году в одной из статей, так сказать, достаточно важной в этом направлении появилась такая циферка, чтобы найти новое простое число вот примерно так и такого размера, требуется, так сказать, специализированный компьютер, особая техника. И все прочие расходы, так сказать, и там сумма начинается где-то от 100 миллионов долларов. Это только для одного простого числа. А их постоянно надо довольно много. Поэтому не надо удивляться, что время от времени проходит сообщение, что какие-то чудаки, вот, нашли там какое-то новое сумасшедшее число, там число ферма или еще какое-нибудь. Теперь это стало сугубо прикладной задачей, имеющей государственное и военное значение. Кстати говоря, вот на этих принципах разложения числа на множители и дискретного логарифма вот основывается вся технология цифровых подписей, которые появились вот как раз начиная с 1900, конца 1970-х годов. Ну и сейчас уже без этого, так сказать, представить себе нашу жизнь невозможно. То есть это не абстрактная теория, это самая, что именно есть, так сказать, прикладная математика. Вот, то есть вот теория чисел стала прикладной математикой. По крайней мере, вот ее часть. Вот, ну вот тут, так сказать, некие комментарии к этим задачам. Вот, значит, опять-таки квантовый компьютер, до которого я надеюсь добраться. Вот, ну а здесь я описываю нечто конкретное, нечто конкретное и простое, где работает, например, задача о сложности разложения натурального числа на простые множители. Вот, значит, ну я не буду все это зачитывать, особенно формулы. Я надеюсь, что, я надеюсь, что-то на экране видно. Вот, кроме того, это сейчас практически входит уже в курс. Элементарные теории чисел, которые у нас, скажем, на мехмате читаются. Так что, вот, работают функции два больших простых числа. Вот, впервые, когда это было, в 78-м году, в одном числе было, где-то, по-моему, 65 десятичных, наверное, разряда, в другом было то ли 64, то ли 66, 64, скорее всего. Вот, то есть вот это вот большое число n со 128. Там, в 9-ю, по-моему, разрядами. Вот, оно было известно. И даже бросили такой клич в открытый, так сказать, печать. Давайте, разложите. Вот, вы прославитесь, мы вам заплатим, допустим, там какую-то сумму 100 долларов. Раскладывали лет 20. Была международная команда, было несколько сотен персональных компьютеров, в конце концов. Разложили, прославились. Вот, но это же, так сказать, число-то маленькое. По, так сказать, по криптографическим меркам. Вот, прошлый раз Марат Мирзавич говорил о количестве атомов во Вселенной. Там, 10, 80. Или частиц, 81-й степени. Атомов, по-моему, 80. Вот, это тоже, так сказать, там цифра разная. По криптографическим меркам это очень маленькое число. Просто не работали с такими числами криптографа. 10, там, в 100 какой-то степени, в 200 степени, 300 степени, или там 2 в какой-то степени. Вот, теперь так. Вот. Ну, в общем, вот как происходит шифрование. Значит, возводят сообщение натуральное число в какое-то Е, которое тут описано на предыдущей странице. Берут остаток по модуле, остаток отделения на Э. Дешифрование возводит в степень секретный ключ. Что такое Д? Еще раз возвращаюсь на эту страницу. Это вот соотношение Е на Д равняется единице плюс Фи от Н на Т. Из условия, что Е и Фи от Н взаимно пространство. Вот. Значит, возвращаемся. И вот тут базовая теорема. Совершенно, в общем-то, элементарная. Но вот она в 1977 году была открыта. Открыта, оказывается, еще в наше время можно открывать важная теорема элементарной теории чисел. Еще имеющая важное прикладное значение. Вот. Это один из самых, так сказать, фундаментальных алгоритмов всей. Ну, от криптографии до доквантовой алгоритм RSA или RSA. По именам авторов. Ревест или Райвест. Адлеман Шамир. Вот. Люди, кстати, заработали на этом очень хорошие деньги. Они это все запатентовали, организовали фирму. В лучшие времена у этой фирмы было 200 миллионов долларов продаж в год. В общем, вот. Американцы. Ну, вот это пример цифровой подписи, где все вроде бы меняется. Но я боюсь, что мне не очень есть время объяснять, что такое цифровая подписи. Что такое хэш-функции. Так что, если время останется, может быть, я к этому вернусь. Но я пока быстро пойду дальше. Вот. Ну, вот. Это еще протокол 76-го года. Как по незащищенному каналу связи передали друг другу общий секретный ключ. Вот. Значит, работает опять-таки элементарная теория чисел. Значит, оказывается, возведение в степень. Вот такая интересная вещь. Но тут работает сложная задача о дискретном логарифе. Так. Ну и, наконец, я перехожу к самой, так сказать, ударной теме. Вот. Квантовый компьютер. Если, когда он появится, он вполне возможно сделает вот эти все ухищрения, скажем так, неактуальными. Вот. Ну, во-первых, значит, небольшая история вопроса. Значит, во-первых, слово «квантовый», оно применяется, скажем так, в совершенно разных смыслах. И не всегда можно понять, в каком именно конкретном. Вот, например, квантовая криптография иногда понимает связь, основанная на квантовых принципах. Вот. Там никакой особенной криптографии нет. Просто, если кто-то попытается перекладить сообщения, идущие по вот этому квантовому каналу связи, то получателю сразу станет об этом известно, потому что квантовая характеристика сигнала изменится. Для обычных сообщений это совершенно не так. То есть можно, может кто-то нехороший вклиниваться в вашу, так сказать, связь, перехватывать ваше сообщение, и более того, даже, так сказать, обрезать эту связь, и от имени вашего собеседника посылать вам какие-то свои сообщения. Вот. Обычная криптография очень много этой проблематикой занимается. А квантовая криптография, это становится, в принципе, невозможно, потому что сразу бывает видно, что вот перехвачивает. Ну, в общем, пока речь немного по-другому. Вот. Значит, ну вот, опять-таки, небольшая историческая справка. Я не мог пройти мимо вот этого человека, хотя, в общем, с его работами знаком слабо, но тем не менее, вот еще тогда, когда ни о каком квантовом компьютере речи не было, он занимался теорией квантовой информации, внес, так сказать, большой вклад, получил, как видите, очень важную, очень, так сказать, интересную премию Александра Семеновича Халинова. У него есть книжки. Вот. Но это просто, так сказать, как дань уважения. Вот. А вообще первая идея квантового компьютера появилась, видимо, в книжке Юрия Ивановича Манина. 80-й год. Введение, страница 15. Буквально на половинке страницы изложена вот идея квантового компьютера. Впервые в мире. Потом Манин признался, что он, так сказать, сам потом об этом забыл. Он много чем занимался в жизни, но сам потом об этом забыл. Вот. Потом, да потом вспомнили. Вот. Ну, вообще говоря, так сказать, очень серьезный толчок был дан вот Ричардом Фейманом, знаменитым физиком, новиндовским лауреатом, вот, который в квантовую физику внес огромный вклад. Вот. Сначала он произнес в 81-м году речь на эту тему. Потом в 82-м году появилась его довольно большая статья. Вот. Вот. Journal of Theoretical Physics. Она переведена на русский язык. Вот. Дальше было много-много-много всего. Вот. История тут, как-то сказать, уже довольно становится такой, так сказать, богатой. Имен всяких много. Но я отмечу только вот эту вот, вот эту вот статью. Значит, она на самом деле 97-го года. Переведена на русский язык, как видите, довольно оперативно. Вот. Вот она фактически означает, что когда появится квантовый компьютер, то вот эти самые основные сложные задачи, предположительно односторонние функции, на которых базируется, ну, скажем так, основная часть, большая часть современной криптографии, все эти цифровые подписи, вот. Вот, все это обслуживание, так сказать, коммерческих расчетов, электронные деньги, платежные системы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Она станет нерадежной. То есть, в принципе, с помощью квантового компьютера окажется возможным все это взламывать, прослушивать, подделывать и так далее. Вот. Ну, в общем, вот, значит, мы приближаемся к современному состоянию положения дел с квантовыми компьютерами. То есть, под квантовым компьютером, сейчас, вообще говоря, вот слово «квантовый компьютер» может вводить в заблуждение. Дело в том, что под этой вывеской идут несколько типов, минимум два, совершенно разных устройств. Например, канадская фирма D-Wave создает, значит, компьютеры. Значит, основная характеристика квантового компьютера – это кубит. Значит, дальше я немножко скажу о математической модели кубита. Вот. Считается, что настоящий квантовый компьютер, там он должен включать где-то порядка тысяч кубит. Но там, повторяю, есть разные компьютеры. Вот это так называемый адиабатический или аналоговый компьютер. Вот. Это не цифровая компьютер. Компьютер – это какое-то физическое устройство, которое там очень сильно охлаждает, а потом, значит, приводит в какую-то, так сказать, более высокую температуру, в разным хитрым способом. И там происходят разные процессы, которые, в общем, предназначены для моделирования на аналоговом уровне, опять-таки, некоторых квантово-механических процессов. Это не вычислительная машина, строго говоря. Вот. И вот сенсация июля этого года, значит, шумели, так сказать, и даже я, по крайней мере, по двум телеканалам видел репортажи. Вот тут написано, значит, создали вот эту самую игрушку. Опять-таки, это не работающий компьютер, это что-то такое имитирующее и, так сказать, экспериментальное. Но это, тем не менее, как бы прототип универсального компьютера квантового, который является, может, в перспективе будет программируемым, будет цифровым. И будет, так сказать, будет, ну, если надежда оправдается, будет, так сказать, вот, выполнять те хорошие или нехорошие функции, о которых я уже вам говорил, взлом, так сказать, всяких там современных криптографических прибамбасов, скажем так. Сразу должен сказать, что, значит, до этого еще, скажем так, по-видимому, не близко. И, кроме того, современные все модели обладают одним очень неприятным свойством, они ненадежны. Любое внешнее, так сказать, микрокопическое воздействие приводит к сбою. Кроме того, эти, так сказать, компьютеры, они вообще принципиально являются вероятностными. Они не детерминистские, даже вот второго типа. То есть, если, например, на таком, каком-то квантовом компьютере вдруг разложится натуральное число большое на множители, то желательно потом на обычном компьютере эти множители еще раз перемножить, чтобы убедиться, что там, в общем, ошибки нет. Идем дальше. Ну вот тут уже начинается, вот, извините, квантовая механика для детского сада. Вот, значит, иначе будет, может быть, не все понятно. Значит, в математической модели я физику все пытаюсь убрать. Вот, то есть, простой кубит – это что-то вроде вот, 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 двумерного Гильбертового пространства, в котором выбран, то есть, это квантовое состояние кубита, в котором выбран вектор состояния, то есть, вот такой вот вектор с базисом, значит, 0,1. Два комплексных коэффициента вот с таким соотношением. Ну, в общем, геометрическая картинка, понятно. Вот, значит, а, собственно, квантовое вычисление вот с этими кубитами – это унитарное преобразование в тензорной степени вот этого двумерного Гильбертового пространства. Так что, в общем, интересная штука, да? Вот, ну, в общем, это, так сказать, вот, значит, ну, вот тут я делаю попытку объяснить, что такое тензорное произведение для людей, которые не знают, что такое тензорное произведение. Значит, на самом деле получается, значит, такое вот два в степени мерное пространство с вот таким вот базисом, вот, и вектор его выглядит вот так. Значит, вот теперь схематическое описание квантового компьютера. Это вот примерно вот такая вот штука. Кстати, заимствована и с одной, так сказать, того самого академика Валиева, о котором, так сказать, я выше говорил. У него есть, так сказать, серьезная статья об успехах физических наук, но она довольно старая, конечно. Ну, в общем, опять-таки, мне приходилось выбирать материал, так сказать, по принципу, что полегче, что попонятнее. Но я думаю, что принципиальная схема вряд ли с тех пор сильно изменилась. Вот, но я хочу, хочу отметить, что вот кажущаяся простота вот каждого пункта, вот, она очень кажущаяся, потому что тут спрятана очень нетривиальная физика. И, кстати, я отмечу, что вот этими всеми делами занимаются-то в основном пока физики. Вот. Если вас интересуют вообще квантовые вычисления как таковые, то это надо обращаться к, значит, Аблаеву, Фариду Монсуровичу. Вот он у нас специалист, у него кафедра, в общем, на этом специализируется, или к кому-то из его учеников. Кстати, у Аблаева в интернете выложен цикл из пяти полнометражных полуторачасовых лекций. Есть такой портал Лекториум. У этого портала есть, так сказать, филиал на Ютьюбе. И там можно найти вот лекции Аблаева, пять лекций по квантовым вычислениям. Вот. Ну, естественно, пять лет, пять раз по полтора часа. Я это ни в каком виде, так сказать, вместить в считанные минуты не смогу. И поэтому вот я, так сказать, посылаю вас туда. Ну, и вот, значит, на самом деле оказывается, что набор возможностей квантового компьютера довольно ограничен на данный момент, по крайней мере. Вот самые главные, так сказать, алгоритмы, которые теоретически практически ни одного не удалось, так сказать, устройства очень слабенькие. Максимум того, что удалось сделать, это разложить число 15 на множители. 15 равняется 3х5. Вот это, так сказать, то, что на данный момент могут действующие, правда, я не знаю, так сказать, еще, как будет работать компьютер Лукина и компания, но они там еще только планируют его настроить вот на эту задачу. В общем, а то, что работает, это вот 15 равняется 3х5. Ну, вот с чего-то надо начинать. То есть, вот это вот набор алгоритмов. Вот, я не буду это все расшифровать, про Шора уже понятно. Вот, тут, опять-таки, многом на эту тему можно было поговорить. По существу идея квантового вычисления реализует идею параллельного вычисления. То есть, функция, заданная, вот, так сказать, в n-точках, на этих вот n-кубитах, вычисляется, что называется, одним ударом, сразу вся. Вот. Значит, так сказать, есть ограничения. Значит, вот один, это профессор ФМК МГУ, с нашей Аллой Вячеславной, видимо, даже не однофамилец, у него тут буква другая. Вот, он еще в 99-м году, это была, эта статья в архиве, вот показал, что количество тех квантовых, количество тех обычных алгоритмов, которые возможно переделать для квантового компьютера так, чтобы их работа принципиально, радикально ускорилась, в общем, является ничтожно малым. Там даже говорится о вероятности ноль по отношению к какой-то мере. В общем, это надо посмотреть эту статью. Ну и, наконец, вот, так сказать, такой вот оптимистический, прессимистический, значит, финал. Значит, традиционная криптография, которая играет, в общем, в современной жизни очень важную роль, потому что, повторяю, значит, вот все коммерческие, безналичные расчеты основаны на защитах с помощью цифровых подписей тех или иных сортов. Вся интернет-связь практически шифруется. То, что еще не зашифровано, это, так сказать, просто прокол, это крупный недостаток. Все шифруется абсолютно. Дальше будет еще, так сказать, интереснее. Но проблема в том, что все это шифрование, все эти подписи основаны вот на тех принципах, которые я вот вам выше упомянул. Вот, как правило, в массе. Вот, и эти принципы вот-вот, вот-вот станут ненадежными. Кстати говоря, в 2015 году появились признаки того, что самое знаменитое американское секретное ведомство Агентства национальной безопасности, которое, по сравнению с которым ЦРУ – это просто, так сказать, бедные родственники, вот, именно АНБ или НСА, значит, занимаются вопросами шифрования и всего прочего. Они там стали проявлять какие-то признаки подозрительные, так сказать, даже для американских специалистов, которые означают, что вот нынешние, например, государственные стандарты американских цифровых подписей, вот, они уже вот-вот станут ненадежными, и поэтому они пытаются их чем-то заменить. Но ненадежными они станут, могут стать в двух случаях. Либо квантовый компьютер поспевает, а это может оказаться, так сказать, и секретной информацией, потому что нам совершенно не обязательно могут сообщать все вот эти самые интересные подробности, мы можем о них узнавать с большим опозданием, либо, например, нашлись какие-то математические методы обычного взлома вот этих самых вещей, связанных с теми цифровыми подписями. Кстати говоря, действительно, признаки этого есть. Причем даже вот у нас, так сказать, на последней конференции, так сказать, Ситикрипт 2017, это все мелькало. Ну так вот, в связи вот со всеми этими делами говорят даже о некой квантовой катастрофе. Вот, например, значит, в интернете была статья, есть такой интернет-журнал СНОП, вот, в конце прошлого года, где, так сказать, художественно расписывалось, как это все произойдет, что вот вдруг появляется кванто-работающий квантовый компьютер, вот, на данный момент, конечно, до этого далеко, появляется работающий квантовый компьютер, а никто к этому не подготовился. Ну и, в общем, все рушится, значит, рушится финансовая система, значит, становится, так сказать, под вопрос даже хранения денег в банках, рушится вообще вся связь, рушатся все компьютерные системы и так далее, и так далее. В общем, катастрофа. Ну, что делать, значит, ну, к этому уже готовиться. Значит, появился новый большой, новый раздел криптографии, пока не очень большой, так называемая пост-квантовая криптография. Это не квантовая, это, так сказать, в общем, обычные, как бы, алгоритмы, но такие, которые предположительно, строго там, по-моему, ничего не доказано, но предположительно квантовый компьютер их взломать не может. Вот, то есть вот в этом направлении, я думаю, так сказать, надо работать. Вот, например, мне надо перестраивать свои курсы лекций по криптографии в этом направлении. Вот, ну, в общем, нам дается где-то 7-10 лет на то, чтобы эту перестройку произвести. За это время нам обещают создать эти компьютеры. Ну и, наконец, вернемся к Амару Хаяму. Вот, так сказать, я хочу закончить свой доклад. Возвращением к философии Амара Хаяма. Даже самые светлые в мире умы не смогли разогнать окружающие тьмы. Рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились мудро спать, как и мы. Давайте считать это моей самокритикой. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова